Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я ведущий Александр Гурарье. Израильское руководство приняло решение освободить из заключения боевика исламского джихада Хишема Абу Хуаша, который более 100 дней проводит голодовку в знак протеста против своего ареста. Об этом во вторник совсем недавно стало известно, и сообщили и израильские, и палестинские источники. Что же такое этот административный арест, и почему столько дней пришлось ему бедному голодать, так сказать, сидеть на диете для того, чтобы его отпустили? Почему не было суда, или почему не предполагается суд в данной ситуации? Так много вопросов, на которые мы постараемся найти ответ при помощи нашего уважаемого адвоката, специалиста по уголовным делам Григория Курзинера. Григорий, добрый вечер! Добрый вечер! Григорий, вообще, что это такое административный арест? Чем он отличается от обычного ареста? Ну, давайте так, давайте начнем с того, что наше законодательство делится на законодательство административное и уголовное. Что касается, если мы говорим об административных нарушениях, то это административные нарушения. Если мы говорим об уголовных, то это уже уголовное преступление. Я прошу прощения, административное правонарушение, то есть я проехал на красный свет и не заплатил штраф, не заплатил его злостно, и меня приговорили к исправительным работам. Это административное правонарушение, я правильно понимаю? Да, абсолютно. А какое отношение имеет административное правонарушение к заслуженному боевику исламского джихада, который явно сидит не за то, что он перешел улицу на красный свет? Явно не перешел, но он шел на красный свет, чтобы перейти эту улицу. К сожалению, ты решил успешно, иначе бы не было бы проблемы. Совершенно верно. Дело в том, что у нас в Израиле есть законодательство, которое называется для того, чтобы предотвратить террористические акты, для того, чтобы предотвратить это направленное законодательство, для того, чтобы предотвратить другие преступления, направленные против порядка и власти. Теперь, что это за законодательство? Это законодательство, которое запрещает устраивать беспорядки на улицах или в общественных местах, которые могут повлечь жертвы, население и так далее. Так вот, для того, чтобы этого избежать, законодатель допускает административный арест. Административному аресту могут подвергаться лица, которые нарушают общественный порядок или порядок проведения каких-то мероприятий в общественных местах. В частности, законодательство допускает административный арест для лиц, которые возглавляют или участвуют в каких-то движениях исламских и религиозных, которые призывают к свержению власти, которые призывают к совершению террористических актов, актов самоубийства и так далее и тому подобное. То есть, все, что направлено на правонарушение, то ли это административные, то ли уголовные, но при этом есть вещи, которые допускают, чтобы администрация того или иного района, где, допустим, проживает данный гражданин, имела право его задержать и подвергнуть его силу. Секундочку, администрация это, извините, кто? Военная администрация. Военные. Это немаловозгий фактор. Да. У нас есть районы, где... Потому что председатель сельсовета не имеет права задержать, правильно? Нет. Нет. У нас есть с вами районы, где военная администрация управляет этими районами и где палестинцы, где палестинская автономия, как это выразится, где граница палестинской автономии будущей, она проходит в этих населенных пунктах и на этих землях. Там есть военная администрация, чтобы поддерживать нормальную человеческую жизнь и порядок. И когда попытки террористических организаций подорвать этот порядок, подорвать уклад жизни этого района, позволяет администрации этого района, военной администрации, как вы заметили, производить административные аресты на определенный срок, изложенный в законе. Административный арест не предполагает подвергнуть судебному разбирательству дела, а он направлен только на то, чтобы предотвратить или прекратить какие-то действия бесправные, противоправные и так далее. Вы сказали, что на срок, ограниченный законом. Есть ли не секрет, какой это срок? Я должен сейчас прибегнуть к закону и объяснять, что такое-то действие позволяет арестовать на столько-то дней и так далее. Мы говорим административное наказание, не наказание, административный арест, как правило, подвергаются на несколько месяцев, не более, и потом приходится снова их освобождать, если в его действиях не будет усмотрена уголовная... Григорий, простите, вот этот боевик, который обвиняется в переходе улицы на красный свет, значит, он подвержен административному аресту был с ноября 2020 года. То есть парень сидит уже больше года, за что, не знаю, за вот, наверное, за какие-то действия противоправные. Но почему именно административный арест? То есть больше года он сидит, и, собственно, что он требует? Он требует либо суда, это же не первый случай, почему я акцентирую на этом внимание, к сожалению, эти случаи у нас повторяются чуть ли не ежегодно, а иногда по нескольку раз в год. То есть есть целая группа вот этих самых боевиков, которые сидят по административному аресту, и они через своих адвокатов говорят, ребята, вы меня посадили, так давайте судите меня. Судите, если я виноват, посадите, если я не виноват, отпустите, потому что держать больше года человека в заключении, как бы в предварительном, как бы получается, да, непонятный его статус. Это никак, не нужно подменять понятия. Да, все, я замолкаю, теперь дайте юридическую оценку. Да, давайте мы с вами все-таки будем оперировать понятиями, которые прописаны в законе. Речь идет об административной ответственности, и в случае административной ответственности арест предполагается на определенный срок, который устанавливает администрация, военная администрация этого населенного пункта или этого района. Кстати, хочу вам заметить, что еврейские экстремисты подвергаются такому же административному аресту и находятся также в таких же условиях, как и арабские экстремисты, которых тоже подвергают админаресту. Поэтому закон здесь не делит на евреев, на мусульман. Я это все понимаю, Григорий. Откройте все-таки нам страшную тайну. Почему администрация прибегает вот к такой форме? То есть, если это боевик, его иначе как боевик исламского джихада никто не называет. Значит, за ним что-то есть. Почему его не посадят нормально, не привлекут его к суду? Александр, давайте с вами поделим, как говорит господин Путин, котлет и мухи сделаем отдельно. Так вот, что я имею в виду в этой ситуации? Мы с вами все время говорим, что это админарест, административный арест. Так вот, для того, чтобы подвергнуться уголовному аресту, для этого должно быть уголовное преступление. Если человек не совершает уголовных преступлений, а совершает административные правонарушения, то в этой ситуации он не может быть подвергнут уголовному наказанию. Может быть, есть в законе какие-то отступления, где написано, что регулярные правонарушения административные. Административные потом могут быть превращены в уголовный ответ, когда он уже просто становится невыносимым. И когда это переходит в стадию преступления. В этой ситуации нужно понимать, что есть проступок административный, административное нарушение и есть преступление. Поэтому закон четко это разграничивает. И не надо здесь подменять, что если меня вы арестовали, то судите. Да, есть страны, где судом подвергают админаресту. В нашей стране есть администрация военная, которая имеет право на административный арест. И эта администрация, в силу возложенных на нее законам возможностей, назначает тот админарест, о котором мы с вами говорим. То ли это три месяца, то ли это два месяца, то ли это сто дней, то ли 90. Просто это решает администрация. И пока она имеет это право, и пока этот закон действует, он действует, никто не отменяет у этого человека, у его адвокатов, обращаться в богатство. Почему в богатство, вы меня спросите? В высшей соцправедливости, да? Богатство, это может быть заседание областного суда в рамках богатства. Богатство, это тот суд, который рассматривает жалобы на административные решения. То есть все нарушения прав людей, как будем говорить, в рамках административного законодательства рассматриваются богатством только. Ни одно судебное, ни один судебный акт не может быть рассмотрен другим судом, кроме как богатцем. То есть это жалоба на действия администрации. Вот и все. Григорий, а теперь давайте попробуем посмотреть немножко с другой точки зрения. То есть мы сейчас с вами говорим то, что называется лифиа хока евэш с точки зрения сухого закона. Но продолжает... И только. Да, совершенно справедливо. Но поступает информация о том, что вообще-то, и об этом говорили уже неоднократно, что вообще-то к административному аресту, тем более на столь длительный срок, и когда это касается, я повторюсь, не человека, не уплатившего штрафа, а человека, который является боевиком исламского джихада или, так сказать, экстремистом... Тогда еще хуже. Совершенно верно. Так вот, прибегают к административному аресту по одной простой причине. Потому что, если доводить дело до суда, то Шабаку, общей службе безопасности, придется раскрыть источники, из которых они получили информацию о том, что он занимается неправомерной деятельностью. Почему вы так думаете, Александр? Вы что думаете, что если его привлекают к административной ответственности, там неизвестно откуда поступает информация, там тоже есть источники, и тоже о них говорится. Военная администрация, имеется в виду та, которая принимает решение об его административной ответственности, она имеет доступ туда. И в то же самое касается... Военная администрация, да, но если это будет публичный суд, то тогда это все всплывет. Александр, 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 публичность, это та история, которая рассматривается в суде в силу определенных обстоятельств. Суду дано право закрыть двери судебного зала, когда там рассматриваются дела о государственной тайне, или дела, где может быть раскрыта личность людей, которые принимали в этом участие, и они в итоге могут пострадать от этого. Это всегда закрытые судебные процессы. Это все охраняется законом. Друг мой, здесь ничего нового никто не изобрел. И поэтому административные наказания, административные аресты направлены лишь только на то, чтобы предупредить то, что может произойти. Если администрация того или иного места знает, что этот человек занимается экстремистской деятельностью, он постоянно читает, к примеру, я просто так приведу, он имам в мечети известной. Туда приходит большое количество прихожан, молящихся и совершающих обряды мусульманские. И когда он им постоянно вталкивает в голову, что мы должны сделать то-то, то-то и то-то, такой-то политический акт, который будет террористический, чтобы пострадали или были убиты, такое-то количество населения, дети, женщины и старики, то извините меня, когда говорят человеку, когда, знаете, есть такая поговорка, бей гитарой по голове человека, он через год и не играть будет. Так вот, когда говорят террористу, надо пойти взорвать, надо пойти взорвать, он пойдет и взорвет. Подожди, секундочку, а вот против такого призыва, против такой агитации нет уголовной статьи? Вот, нет, вот уголовной статьи нет, пока это не совершено, этого нет. То есть призыв к убийству это не является уголовным преступлением? Не-не-не-не, не путайте, это немножко другое. Призыв к убийству это призыв к убийству, но когда террористу говорят, надо исполнить священный долг и стать шахидом, не хасидом, а шахидом, и поэтому человек идет и становится шахидом, извините меня, это не призыв к убийству, это он стал шахидом, да, он взорвал себя и при этом унес человеческие жизни. Так вот, чтобы это избежать, чтобы это предотвратить, вот эти административные наказания и направлены на это. Для этого администрации даны, ну, если хотите, даны определенные инструменты. Это административное задержание, административный арест на определенный срок. Хорошо, Григорий, но вы понимаете прекрасно, что с точки зрения как бы мировой общественности, международного права и так далее, это выглядит немножечко, ну, скажем так, некошерно, да, то есть вот такой административный арест. И у нас уже не первый был случай, когда вот подобного рода заключенные объявляли голодовку. Александр, я не соглашусь с вами. То, что сейчас происходит, когда этот уперся рогом, извините за такое сравнение, да, объявил голодовку. Там сто дней он голодает, ну, понятно, что его кормили, понятно, что он, потому что ни один человек просто вот совсем не принимать пищу не может такое количество. Значит, исламский джихад, Хамас заявили угрозой, что вот если он, так сказать, предстанет перед Всевышним, то тогда, значит, земля разверзнется и мы вам отомстим. И в результате Израиль пошел на попятный, сказал, хорошо, значит, прекращает голодовку, брат, а мы тебя там какого-то, 20 февраля мы тебя отпустим и не будем ни на что претендовать. Так не кажется ли вам, что завтра там половина этих заключенных, которых достаточно много под административным арестом, они все объявят голодовку и что? Ничего я вам расскажу. У нас есть с вами один очень такой яркий пример. Есть у нас один имам, который живет на севере, и он тоже приверженец такого радикального ислама, который проводит очень много проповедей против израильтян, Израиля и так далее. И его периодически арестовывают на 30 дней, на 60 дней. Он высиживает 30-60 дней, заканчивается срок, он там дает подписку, что он больше не будет делать противоправные. Григорий, но 30-60 дней это не полтора года. Этот-то сидит больше года. Да послушайте, если нужно его арестовать на полтора года, суд-то не в этом. Все идет в рамках закона. Можно человека арестовывать, освобождать и тут же снова арестовывать. Это нигде не ограничено в административном законодательстве. Дело не в этом. Дело в том, что направленность этого человека, если он играется с этим, это его игра. Это, простите, он выбирает этот путь. Это и кто-то его там толкает, или он такой несчастный, что его преследуют. Это не закон, который направлен на преследование. Этот закон направлен только на нарушителей. Не путайте это, это неправильный подход. Хорошо, так что теперь делать с юридической точкой зрения? Вот этого бойца сейчас освободят. Ничего делать не надо, все давно. Завтра еще 20, там 50 человек объявят голодовку. Их тоже освободить? И что? И что вы думаете? Они не объявляют голодовку, когда им перестают давать возможность приобретать продукты, так сказать, вне тюрьм. Я сейчас говорю об уголовниках. И когда им не дают учиться в университете, они все выходят оттуда с дипломами. Послушайте, есть, всему есть определенные, в жизни за все надо платить. Так вот, если ведешь противоправную работу, действия, какие-то пропаганду, ты понимаешь, что тебя арестуют. В других странах за это сажают в тюрьму. У нас только делают админ-арест, что не является, у него нет уголовной записи, он даже может избираться в политические какие-то, так сказать, анклавы и возглавлять какие-то политические движения. Он свободен больше, чем мы с вами даже думаем. Они только кричат, плачут и бьют себя в грудь, что они такие несчастные. И вот что, кто-то толкал на это? Это его дорога, он выбрал ее, он за нее несет ответственность. Вот и все, большой мальчик уже. Ну что ж, мы поняли, что с точки зрения сухого закона все абсолютно правильно, но с политической точки зрения Хамас празднует победу, исламский джихад празднует победу. Это им так кажется, что они празднует победу. Великий подвиг шахида, который, значит, заставил и победил этого самого сионистского врага, так сказать, за счет своей диеты. Да, за счет диеты. Он похудел и хорошо выглядит. Ну что ж, спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с адвокатом по уголовным делам Григорием Курзинером. Григорий, спасибо. С Новым годом вас. А наш прогресс продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова